доброго всем здоровья для многих аллергия это банальное слезотечение насморк но коварство этой легкости многие испытали уже на себе имея очень серьезное осложнение и сегодня этой проблеме мы решили посвятить нашу программу смотрите сегодня почему возникает аллергия какие возможные осложнения основные аллергены методы коррекции состояния лечение аллергии первая помощь при неотложных состояниях в конце 20 века ученые единогласно признали что аллергия стала настоящей неинфекционной эпидемии человечества с 2000-х годов показатели заболеваемости выросли вдвое сегодня около 35 процентов населения планеты страдают теми или иными проявлениями аллергических реакций разобраться в многочисленных нюансах гиперчувствительности сегодня нам поможет главный внештатный аллерголог иммунолог министерства здравоохранения республики крым людмила константин знаменская добрый день любила константин и так аллергия что же это такое как с ней бороться аллергия это патологическая извращенная реакция иммунной системы на внешние факторы окружающей среды процессе антропогенной деятельности появилось очень много так называемых не антигенов которым иммунная система оказалась вообще не готова что эволюционно иммунная система формируется для того чтобы защитить нас от инфекции так но учитывая что инфекции стало меньше покружение человека микроокружения а различных химических и других каких-то веществ это и питание и лекарственные препараты их становится все больше и больше и больше иммунная система дает сбой специфическая иммунотерапия один из наиболее эффективных методов лечения аллергии и об этом наш следующий сюжет для лечения аллергии очень важно выявить причинозначимый аллерген выявление причинозначимых аллергенов на самом деле существует в виде двух таких больших способов это сдача анализа крови и определение специфических маркеров по крови проведение непосредственно кожных проб у конкретного пациента для того чтобы выяснить на какую конкретно группу аллергенов у пациента аллергическая реакция мы пациента опрашиваем и в зависимости от того когда у пациента есть клиническая симптоматика это может быть ранняя весна это может быть весна начало лета или же лето и осень в зависимости от этого мы и выясняем когда какие растения у нас цветут сейчас я обработаю вам переднюю поверхность предплечья серийная салфетка мы сделаем пробу с тест-контрольной жидкостью для того чтобы решить что у вас нету на раствор на разводящую жидкость никаких аллергических реакций а дальше уже будем работать с аллергенами будем делать с вами пробы с водными растворами аллергенов или антигенов которые находятся вот в таких специальных флакончиках это чистый аллерген его водный раствор капается капелька берется скарификатор проводятся вот так какое-то время мы с вами подождем все пробы сделаны теперь наш пациент сидит от 15 до 30 минут в зависимости от реакции и мы будем видеть с вами на какой конкретный аллерген у данного пациента есть аллергическая реакция по данным тем которые мы видим на коже нашей пациентки у нее есть аллергическая реакция на аллерген под цифрой 2 под цифрой 2 у нас находится аллерген к полыни как только мы с вами выявили причинно значимый аллерген мы даем рекомендации нашему пациенту провести специфическую иммунную терапию по-другому называется аллерговакцинация мы не проводим специфическую аллерготерапию пациентам у которых аллергия на пищевые продукты на лекарства и на шерсть домашних питомцев в таком случае у нас используется методика удаления или исключения аллергии то есть мы не употребляем эти пищевые продукты мы не контактируем с этими домашними животными и мы исключаем в плане лечения лекарственные препараты которыми которые вызывают аллергическую реакцию если же это какой-то аэроаллерген да если это пыльца или если это домашние аллергены то в этой ситуации мы назначаем пациентам специфическую иммунотерапию суть которой заключается в том что мы вводим аллергены пациенту маленькой дозе по соответствующей схеме чтобы уменьшить аллергенную нагрузку и уменьшить остроту проявлений клинических у пациента в сезон начать лечение аллергии возможно только установив причину ее возникновения аллерген в случае пищевых аллергий реакции на шерсть домашних животных медикаменты специальное лечение не проводится в случае гиперчувствительности на пыльцу растений и домашнюю пыль начать терапию можно только в холодный период года в одной из рубрик мы уделяем пристальное внимание вашим звонкам письмам которые получаем за что вам отдельное спасибо друзья и в одном из писем задавался вопрос как отличить аллергии от других заболеваний и здесь конечно консультация людмилы константинных прошу вас но я должна сказать что течение аллергического заболевания клинический очень потек протекает похоже на другие заболевания например ринит при респираторно-вирусной инфекции ничем не отличается от ринита при сезонном аллергическом рините то есть та же самая чихание тот же самый зуд в носу то есть по клиническим каким-то параметрам мы не можем отличить поэтому пациенты которые подозревают что у них есть аллергия должны обратиться к врачу и пройти аллергообследование семейные врачи могут предложить это исследование семейные врачи могут осмотреть пациенты если возникает у семейного врача связь с каким-то аллергеном то направляют на консультацию к аллергологу потому что специфическое аллергообследование может проводить только врач аллерголог иммунолог в плане диагностики аллергических заболеваний по-моему все предельно понятно теперь стоит главный вопрос лечения лечение может быть совершенно неограниченным но препараты многие имеют противопоказания об этом наш следующий сюжет препаратов которые предназначены для лечения людей очень много но на самом деле они очень отличаются и по эффективности что самое главное по безопасности первое поколение хорошо известное на слуху у всех так называемые старые препараты такие как димедрол супрастин пепальфен тавигил диазолин они во первых действуют не избирательно прекращают действие гистамина не только на периферии в периферических рецепторах но и в центральной нервной системе и это приводит к выраженным побочным эффектом таким как сонливость заторможенность невозможность сосредоточиться взялность и так далее для работающего человека ведущего активный образ жизни это очень серьезный побочный эффект предпочтение дает препаратам второго или третьего поколения которые более избирательны которые действуют эффективнее должен выбирать врач а самому себе назначать их очень опасно потому что помимо даже побочных эффектов многочисленных есть очень много противопоказаний фармакологами разработано четыре поколения противоаллергических антигистаминных препаратов препараты первых двух поколений обладают выраженным тормозящим действием на центральную нервную систему и вызывают сонливость рекомендовать лекарственное средство может только врач учтя все противопоказания и побочные эффекты а как в домашних условиях до вызова скорой или семейного врача вести себя человеку который ну посчитал что это действительно аллергическое заболевание надо спасать себя ну я должна сразу сказать что вот самолечением лучше не заниматься не только в отношении аллергических заболеваний а любого заболевания даже самого банального вот что мы считаем банальным респираторная вирусная инфекция потому что все-таки принимать надо препараты с доказанной эффективностью и главной безопасностью потому что это не конфеты имеются свои побочные эффекты если возникают какие-то симптомы например удушье или вот отек мягких тканей лица и это у вас впервые жизни лучше всего это экстренная ситуация это надо оказание экстренной помощи лучше позвонить вызвать скорую помощь и вам окажут квалифицированную помощь остается только пожелать небольшого внимания наших граждан к медицине и очень теплого контакта с нашими медиками которые готовы всегда прийти на помощь и не заниматься самолечением в казалось бы не очень сложной аллергической патологии спасибо людмила конститура спасибо аллергические заболевания одни из самых распространенных а что же является все таки причиной их об этом в нашей следующей рубрике основные источники аллергии пыльца пыльца тополя клёна ясенелистного амброзии и полыни пищевые аллергены яйца арахис соя молоко и морепродукты бытовые компоненты моющих средств пылевые клещи шерсть домашних животных споры плесневых грибков медикаментозные аллергены анестетики антибиотики обезболивающие и противовоспалительные порой люди не знают что у них гиперчувствительность какому-то либо препарату а может быть веществу а что делать если неожиданно произошла такая ситуация в нашем следующем сюжете ответ одним из крайних проявлений аллергических реакций является отек квинке который заключается в том что у человека отекают верхние дыхательные пути это ротоглотка носоглотка и перекрывается поступление воздуха в дыхательные пути в чем заключается неотложная помощь как можно помочь на улице такому пациенту но во-первых уложить его потому что в любой момент может потерять сознание падение и черепно-мозговая травма потом проблем будет намного больше освободить грудную клетку от стесняющей одежды придать возвышенное положение вот и собственно говоря следить за дыханием и за пульсом у такого пациента дождаться прибытия бригады скорой помощи когда прибывает бригада скорой помощи если это анофилактический шок или отек квинки то первый препарат и препарат выбора является адреналин делают его сначала внутри вена пока нет внутри мышечного доступа вторым шагом восстанавливают проходимость верхних дыхательных путей для этого существует интубация трахеи до при помощи лирингоскопа интубационных трубок различных надгортанных воздуховодов если такая манипуляция неудачно то в данной ситуации прибегает к операции или манипуляции коникотомии или трахеотомии выполняется она обычно специальными наборами при запрокидывании головы находится кадык устанавливается палец на наиболее выдающуюся часть вы сползаете вниз по средней линии первый провал это першне щитовидная мембрана это то место где выполняется коникотомия при обнаружении человека с признаками аллергического удушья отека квинки первая помощь заключается в незамедлительном вызове скорой помощи или транспортировки больного медицинское учреждение специальную помощь может оказать только медицинский работник сегодня мы подробно рассмотрели такую сложную патологию как аллергия надеемся что советы наши будут очень кстати вам для того что предупредить это состояние но а если остаются еще вопросы пожалуйста пишите в нашу редакцию звоните по телефону который на вашем экране всего вам самого доброго и пожалуйста будьте здоровы вау 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 вау